Послание к Деодору епископу Тарскому Вступление Дошло до нас письмо, имеющее подпись Деодора. Все же прочее в нем более приличествует кому-либо другому, нежели Деодору. Ибо мне лениться, яко некто из хитрых, приняв на себя твое лицо, хотел через сто соделать себя достойным веры перед слушающими. Он был вопрошен от некоего, позволительно ли взять в супружество сестру, умершей жены своей. Не ужаснулся с его вопроса, но и равнодушно принял слышимое, и в опросившему весьма отважно и усиленно содействовал в студном желании. А если было бы у меня сие писание, я послал бы его к тебе, и ты был бы довольно сильен защитить из себя и истину. Но поелику показавши взял обратно оное, аки бы некий знак победы надо мной, еще прежде запретившим такие браки, носил повсюду, говоря, яко имеет письменное позволение. «Попишу ныне к тебе, да сугубо и рукой вооружимся против оного подложного письма, и не оставим ему никакие силы, дабы оно не могло легко вредить читающим». Правило восемьдесят седьмое. Итак, первое, притом в делах всего рода весьма важное, что и имеем предложить, есть соблюдаемое у нас обычае, имеющее силу закона, потому что сие постановления преданы нам от святых мужей. Обычай же таков. Аще кто, будучи одержим страстью нечистоты, впадет в беззаконное совокупление с двумя сестрами, то и браком сие не почитается, и в церковное собрание таковые приемлются не прежде, как по разлучении друг от друга. Посему, аще бы и не можно было решить ничего другого, довольно было бы и всего обычая для преграды злу. Но Паелик, уписавший письмо, покушался ложным доводом ввести в образ жизни таликое зло, то нужно и нам приятие в помощь рассуждения, хотя в предметах весьма ясных у всякого сильнее рассуждения бывает предубеждение. Ибо писано, говорит он в книге Левит, жену к сестре ее, да не поймишь ее в ревнилую соперницу, открытия срамоту ее перед нею, еще живой, сущей ей. Левит 18.18. Отсюда явно быть, и сказует он, якопозволительно взять по смерти ее, на сие прежде всего ту реку, як и елика закон глаголит, сущен в законе глаголит. Римлянам 3.19. Ибо иначе мы подлежали бы и обрезанию, и субботе, и удалению от некоторых снедей. Ибо неужели нам, когда найдем что-либо благоприятствующее нашему сладострасти, подчинять себя и в работы закона, а когда какое из предписаний закона явится тяжким, прибегать к свободе, сущей во Христе? Нас вопрошали. Есть ли в Писании разрешение брать жену после сестры ее? Мы рекли нет, что и безопасно для нас, и истинно. Но посредством благовидного заключения усыновляйте мнение о том, что умолчано значило бы законополагати, а не приводите слова закона. Ибо таким образом, хотящему дерзнути, было бы позволено и при жизни жены взять и сестру ее. Ибо такое же лжеумствование может приспособлено быть и к всему случаю. Писано, скажет он, не поймиши в ревнивую соперницу, следовательно, взять и не имеющую ревности закон не запретил. Посему защитник страсти речет, яко сестры имеют нрав неревнивый. И так, когда нет причины, по которой запрещено сожить и обеих, то что препятствует взять сестер? «Сего не написано, скажем мы, но и того неопределенно. Мысль же, выводимая через заключение, делает позволительным и то, и другое. Наближало бы возвратиться немного вспять к предшествовавшим извлечениям закона, и тем освободиться от затруднения. Ибо примечается, яко законодательней все роды грехов объемлет, но в особенности отвергает грехи египтян, откуда вышел Израиль, и Хананеев, к которым он переселялся. Ибо так читается, «По делам земли египетские, в ней же обитавьте, да не сотворите, и по начинаниям земли Хананейские, внюже я введу вас там, не сотворите, и по законам их не ходите». Левит 18.3 Вероятно, яко сей род греха не был допустен тогда в житии язычников, а потому и законодатель не имел нужды ограждать от него, но достаточно было не предваренного учением обычая для отвержения сия гнусности. Но почему, запретив большее, он умолчал о меньшем? Потому что многим из плотолюбивых в отношении к сожитию с сестрами живых жен казался быть вреден пример патриарха. Нам же что подобает творить? Написанное глаголоть или умолчанное изыскивать? И во всех законах не написано и того, яко отец и сын не должны входить к единой наложнице. Но пророк и сие подвергаются величайшему осуждению. Сын боглаголит и отец влазит к единой рабыне. Амос 2.7 И сколько других видов нечистых страстей изобрело бесовское училище, о коих божественное писание умолчало, не желая нарушать свои священные важности наименованием гнусности. Оно означало нечистоты общими наименованиями, как глаголит апостол Павел. Блуд же и всякая нечистота да не именуется у вас, как подобает святым. Под именем нечистоты он заключает недостойные названия действия мужей и жен. Таким образом, умолчание не дает разрешения сластолюбцам. Я же, сказуя, яко и не умолчал законодатель о семь в виде беззакония, но весьма сильно запретил он и «Ибо слова «Да не внидешь ко всякому ближнему плоти твоей открыть срамоты их» Велик 18,6 заключают в себе и сей вид родства, ибо для мужа что может быть ближе собственной жене или паче своей ему плоти, ибо они уже не суть два, но плоть едина. Таким образом, посредством жены сестра ее переходит в родство мужа. Ибо как не может он взять матерь жены своей и ни дочери ее, потому что не может взять свою матерь, ни дочерь ее та же не может взять сестру жены своей, потому что она не может взять... Он не может взять сестру свою. И обратно, непозволительной жене сожительствует с родниками мужа, потому что права родства общей для обоих. «Я же всякому просящему совета о браке свидетельствую, яко приходит образ мира сего, и время прекращено есть, да и имущие жены, яко же не имущи будут». 1 Коринфянам 7,29 «Ащи же, кто представит мне возражение Оно из речения «раститесь и множитесь» Бытие 1,28 «то я посмеюсь не различающему времен законоположения. Второй брак есть вращество против блуда, а не напутствие, сластолюбию. Ресион ащери не удержатся, да посягают, но и посягая, да не беззаконуют, а те, которые оскверняют душу страсти, бесчестия, невзирают и на естество, и древле различившие именование родства. Каким именем родства назовут рожденных от таких двух супружеств? Братьями или родными, или двоюродными? Или, ибо по причине смешения им приличествовать и будет и то, и другое наименование? Не делай человек тетки детей мачехою их, и ту, которая вместо умершей матери должна ласкать их, не вооружая неутолимой ревностью. Ибо единая ревность мачех из-за гроб простирает ненависть. Или пачи. Другие бывшие врагами примиряются с умершими, а мачехи от смерти начинают ненависть. Главное же из вышереченного есть следующее. Ащи, кто желает брака по закону, то ему отверстся вся вселенная. Ащи же желания ему управляются страстью, тем паче, да воспретится ему брак, да научится сосудство и содержать святость, а не в страсти похоти. 1 Фессалоникийсом 4.4 Более глаголок из тремящегося меня удерживает мера послания. Желаю, чтобы или у вещания мое оказалось сильнейшим страсти, или что беззаконность ей не поселилась в нашей области, но оставалась в тех местах, в которых дерзнули на оное. Того же Василия Великого. Послание к Григорию при свитеру. Правило 88. Просел я твое писание со всяким долготерпением и удивился, как ты, когда мог бы кратко и легко оправдаться передо мной делом, решился пребывать в том, в чем обвинен и покушаешься многословим исцелить неисцелимое. Не мы первые, о, Григорий, и не одни мы законоположили, да не живут жены и мужья купно. Прости, правила, изложенные святыми отцами нашими на Никейском соборе, явно запрещающие иметь сожительствующих в доме жен. Беспрачие в том имеют свое достоинство, чтобы не иметь обращения с женским полом. Таким образом, а секток, представляя себя девственником по имени, делом, тоже творит, что и живущие женами. Тот являет о себе, як одомогается достоинство девства в имени, но безобразие сладострасти не оставил. Тем паче подобало тебе исполните мое требование, что ты, как говоришь, свободен от всякой телесной страсти, ибо я не полагаю, чтобы семидесятилетний жил с женой страстным образом. И не так, как бы за случившееся беззаконное дело определил я то, что определил, но потому что научился от апостола не полагать притыкания брату или соблазна Римлянам 14-13. Знаем же, яко некоторых действия чистые, для других бывают подом ко греху. Всего ради следуя установлению святых отцов мы повелели тебе отлучиться от оной жены. По что же обвиняешь хорь епископа и упоминаешь о давней вражде? По что и на меня жалуешься, как имеющего отверстие слух для принятия клевет, а не на самого себя, не соглашающегося оставить обращение с женщиной? Итак, удали ее из дома своего и определи в монастырь, да будет она с девами, а ты имей служителей мужеского пола, да не хулится вами имя Божие. Да коли же сие творишь, тысячи оправданий, которые ты излагаешь в письме, не принесут тебе ни единой пользы, но умрешь запрещенным священнослужения и дашь Господу ответ за свое запрещение. Ахи же не исправив себя, дерзешь коснуться священодействия, то будешь анафема перед всем народом и приемлющие тебя будут отлучены от всей церкви. Того же хор епископам послание каноническое, послание восемьдесят девятое. Весьма болезную, якоправила отечески оставлены и всякая строгость изгнанной из церкви. И боюсь, чтобы дела церковные не пришли в совершенное замешательство, когда сие равнодушие мало-помалу далее идти будет своим путем. По обычаю издревле водворившемуся в церквах божьих служители церкви приемлемы были по испытании со всякой строгостью. И все поведение их прилежно исследуемое было. Не злоречивы ли они, не пьяницы ли, не склонны ли к ссорам, наставляют ли юность свою, да вознову совершать и святыню, без коя никто не узрит Господа. И сие испытывали пресвитеры и диаконы с ними живущие, доносили о том хор епископом, а сие приняв отзыв от свидетельствующих поистине и прицаю епископу, таким образом причисляли служители к священному чину. А ныне вы, по-первых, нас отвергши, и не восхотев даже извещать и нас, всю власть заключили в самих себе. Потом, вознеродя во всем деле, пресвитерам и диаконам позволили, кого восхотят, без испытаний жизни их, но по пристрастии происходящим или от родства, или от иного некоего содружества, недостойных вводить в церковь. Отсего много служителей церкви числятся в каждом селе, но нет никого достойного служению алтарю. Как вы сами свидетельствуете, не находя людей при избраниях. По елику дело сие пришло наконец состояние неисцелимое, особенно ныне, когда весьма многие страха быть взятыми в войны определяются в служении церкви, то я по необходимости обратился к возобновлению отеческих правил и пишу к вам, чтобы вы прислали мне список церковных служителей каждого села с показанием кем кто определен и каково житие его. Имеете же и вы у себя таковой же список, дабы можно было с находящимися у меня записями слечить и ваши, и дабы никому не было возможно вписывать из самого себя, когда вас хочет. Таким образом, ащи, которые приняты пресвитерами после первого лета индиктиона, да извергнутся в число мирян, да произведется же вами вновь испытание их, и ащи суть достойны, да примутся по вашему речению, очистите церковь, удаляя от нее служителей недостойных, и впредь достойных испытуйте и принимайте, но не чистите в клире, прежде нежели представите мне, иначе же ведайте, якобы принятые в церковное служение без моего разрешения будет мирянином того же Василия Великого к подчиненным ему епископам правила девяностая. Нелепо сделало, о коем пишу, соделавшись вообще предметом подозрения и молвы, исполнило печалью мою душу. Впрочем, оно мне представилось невероятным. Итак, сие писание обоном повинны да приимет яко врачевство, не повинны яко предостережение, а равнодушны к добру и злу, что в Вас обрести я не желал бы, яко свидетельство против него. Что же есть о чем глаголю? Сказует некий, яко некоторые из Вас от рукополагаемых или берут деньги и прикрывают то именем благочестия, что еще хуже, ибо аси, кто делает зло под прикрытием добра, таковы достоин сугубого наказания, и зато яко творит недоброе, и зато яко употребляет доброе, да так или чем с поспешником себе к совершению греха, аси так а есть сие, да не будет отныне надо исправиться, ибо в земле чем и серебро необходимо должно вести то, что речено апостолами хотевшему дать и оное докупит преподание святого духа, серебро твое с тобой добудет в погибель, ибо менее грешит хотящий, по неразумию купите дар божий, нежели продающий его, потому что сие есть продажа, и аси полученное даром продаешь, как бы проданный сатане, то отымется у тебя дарование, ибо ты корсенство вводишь в духовные дела и в церковь, в которой нам верено тело и кровь Христова, не подобает им так обывати в чем состоит ухищрение сказую мнят як они согрешают когда берут не при рукоположении а после взять же когда бы то ни было есть взять и так молю оставьте сей доход или паче сей вход в гиенну и не делайте себя недостойными совершать священное таинство скверняя руки свои таковым лихо иманием простите же мне я как первые аки не верив потом же аки поверив угрожаю ащи кто после всего моего послания что-либо таковое соделает да отступит от здешних алтарей и пусть ищет где бы мог он покупать и продавать дар божий ибо мы церкви божьей такового обыча не имеем единое же присовокупив пристану сие бывает и сребролюбия серебролюбие же есть корень всех зол и нарицается идолослужением и так не предпочитайте идолов Христу за малое серебро ниже паки иуди подражайте за лихоимание вторично предавая единожды распятого за нас ибо и села и руки в землю всех таковые плоды нарекутся акел дома святого Василия из 27 главы книги о святом духе блаженном амфилохию правило 91 из сохраненных в церкви догматов и проповеданий некоторые мы имеем от письменного наставления а некоторые прияли от апостольского предания по преемству в тайне и те и другие имеют единую и ту же силу для благочестия и сему не воспрекословить никто хотя мало сведущий в установленных восстановлениях церковных ибо аще предпринимем отвергати неписанные обычаи аки невеликую имеющие силу то неприметно повредим Евангелию в главных предметах или паче сократим проповедь в единое имя без самой вещи например прежде всего упомяну о первом и самом общем чтобы уповающие на имя Господа нашего Иисуса Христа знаменовались образом креста кто учился ему писанием к востоку обращаться в молитве какое писание нас научило слова призывания при приложении хлеба Евхаристии чаша благословения кто из святых оставил нам письменно ибо мы не довольствуемся теми словами о коих упомянул апостол или Евангелие но и прежде и после он их произносим и другие как имеющие великую силу в таинстве приняв их от неписанного учения благословляем также и воду крещения или помазания еще же и самого крещаемого по какому писанию не по преданию или умалчиваемому и тайному и что еще самому помазыванию или какое писанное слово научило откуда и троекратное поружение человекой и прочее бывающее прикрещение отрицать от сатаны и ангелов его из какого взято писание ни всего ли не обнародуемого и неизрекаемого учения которое отцы наши сохранили в недоступном любопытству и введыванию молчания бы здраво наученным молчанием охранять и святыню таинства ибо какое было бы приличие писанием оглашать и учение о том на что непосвященным втанет свои воззрения непозволительно и далее сия если на предание без писаний дабы к многократно изучаемому познанию догматов не утратили многие благоговения по привычке ибо иное догмат а иное проповедание догматы умалчиваются проповедание же обнародоваются роджа умолчания есть и неясность которую употребляет писание неудобо созерцаемым творя разум догматов ради пользы считающих почему-то все зрим к востоку во время молитвы но немногие знаем яко через сие ищем древнего отечества рая который насадил бог в эдеме на востоке бытие 2.8 так ожестое молитвы творим воедино от суббот но причины всего не все знаем ибо не токмо якоса воскресшее Христу и долженствующий искать и горнего стоянием во время молитвы в день воскресения напоминаем себе о благодати нам дарованной но и потому сие творим як оденься и мнится быть неким образом чаемого века почему як аначало диму Моисея наречен он не первым но единым и быть глаголит вечер и быть утро день един а ты бы един и тот же день многократно кругов вращается и так единый который есть купный и восьмой означает он и существенный единый и истинный восьмой день о котором псалмопеюс упоминает в некоторых написаниях псалмов назнаменные собою по семь веки грядущее состояние день непристающий невечерний бесприемственный нескончаемый он и и нестареющий век и так основательно церковь научает питомцев своих бывающий вон и день молитвы стояние совершати дадут причастным напоминания нескончаемой жизни мы не оставляли внебрежение на путь свеконом представлению но и вся пятидесятница есть напоминание воскресения ожидаемого в будущем веке ибо единый он и первый день будущий седьмикратно уседмиричен составляет семь недель святой пятидесятницы пятидесятница начиная с первым днем седмицы им же и оканчивается пятьдесят крат обращаясь через подобные промежуточные дни всем подобием подражает веку как бы в круговом движении начиная от тех же знаков на тех же и оканчиваясь церковное уставо научает нас предпочитать все дни прямое положение тела во время молитвы ясным напоминанием как бы приселяем мысль нашу от настоящего к будущему при всяком же коленопреклонении и восстании мы действием показуем и то яко грехом не спали на землю и то яко человеколюбием создавшего нас паки воззваны на небо но не достанет мне времени повествовать о неписанных таинствах церковных оставляю прочее самоисповедание веры дабы веровать его отца и сына и святого духа из каких писаний имеем мы аще по благочестивому уму заключению имея долг так о верователе как окрестимся из предания о крещении производим исповедание веры подобное тайно действенному изречению в крещении то да позволят нам по такому язык заключения и словословие воссылать подобное исповедание веры наш образ словословия отвергают як о неписанной то да представят нам писанные доказательства как исповедание веры так и прочего нами исчисленного и так по елику столь много есть неписанного и оно имеет толику и силу в таинстве благочестия то и юноя ли не попустят нам речения которое дошло до нас от отцов которые мы обрели оставшиеся от невымышленного обыкновения в неповрежденных церквах и которое имеет немалую важность и немалую приносит пользу силе таинства того же из 29 главы того же сочинения правило 92 Василия Великого на возражение яко о словословии со духом святые разумеет словословие произносимые в следующем виде слава отцу и сыну со святым духом нет свидетельства и нет писания ответствуем аси ничто другое не приемлется без писания то пусть не приемлется и сие на аси весьма многое таинственное во дворе но у нас без писаний то со многими другими предметами приемем и сие мне уже и ако апостольское если сие додержимся неписанных преданий ибо хвалю вас говорит апостол что все мое помните и как предал вам преданные держите первое коринфянам 11 2 и в другом месте держите предания я же приястили словом или посланием 2 фис. никицам 2 15 едино от тих наипачи и сисие о коем рассуждаем которые первоначальные установители предали преемникам и при продолжающемся с течением времени употреблении онова долговременным обычаем в церквах укоренили и так аси мы как бы на суде при недостатке письменных доказательств представили в пользу нашего дела множество свидетелей то не получим ли от вас оправдывающего приговора я так думаю ибо при двух или трех свидетелях станет всяк глагол второзаконие 19 15 аси укажем вам и на долговременность ясно свидетельствующую в нашу пользу то не явимся ли перед вами правоглаголючими якопрение не может успешно быть против нас ибо древние догматы некоторым образом внушают благоговение представляя в своей древности как бы в некой седине недостаточимый вид послание каноническое святого григория епископа низкого плитонию епископу милитинскому правило правило первое и сие есть одна из принадлежностей святого праздника чтобы мы уразумели законный и правильный образ действования относительно согрешивших до уврачуется всякая болезнь душевная происходящая от какого либо греха сей повсеместный праздник сотворения по учрежденному обращению годового круга в каждое лето совершаемое во всем мире торжествуется по причине воскрешения падшего но падение есть грех а воскресение есть восстание от падения греховного и так благоприлично будет сей день не только приводить к Богу обновляемых возрождением через благодать купели но и покаянием и обращением от мертвых дел на путь жизни и паки возвращающихся руководить к спасающему упованию от которого они через грех отчуждены немалое же дело есть словеса всем устроите по закону праведного и испытанного суда по заповеди пророка повелевающий словеса устраивайте на суде да по изречении писания не подвижется вовек их память вечную будет праведник ибо как в телесном врачевании цель врачебного искусства есть едино возвращение здравия болящему а образ врачевания различен ибо по различию недугов в каждой болезни прилагается приличный способ лечения так и в душевных болезнях по множеству и разнообразию страстей необходимым делается многообразное целебное попечение которое соответственно недугу производит врачевание но дабы рассмотреть предлежащий предмет с некоторой правильностью расположен слово так в душе нашей усматривается по первоначальному разделению три силы сила ума сила вожделения и сила раздражения с них бывают и подвиги живущих добродетельно и падения поползновенных на зло посему хотящий приложить и приличное врачевство отекник дугающей части души должен во-первых рассмотреть в которой части произошла болезнь потом раждущий по приличию прилагать врачество так чтобы не было по незнанию врачевательного способа подаваемого врачество единой части когда болезнь находится в другой подобно как действительно видим многих врачей которые не узнав начально болезну ищи части тела врачествами своими усилиями болезни часто случаются болезни от избытка жара на поелику расстроенным от излишнего холода полезно теплая и согревающая то есть ее же самое естественное принесшее таковым пользу и осмотрительно употребляющие для полимых чрезмерным жаром соделают болезнь неизлечимую таким образом как для врачей самое нужнейшим признано познание свойства телесных начал добычей стей страждущих или не страждущих получала исправление та которая не в естественном состоянии находится так и мы обращаясь к оному разделению усматриваемых в душе сил началом и основанием соответственного вращевания страстей положим общее созерцание и так по троякому как мы рекли разделение свойственных душе движений на силу ума вожделение и раздражение благие в душе действия силы ума суть благочестивые понятия о божественном искусство разлечения добра и зла ясное и несмешаемое суждение свойств предметов что исущих достойно избрания и что отвержение и отвращение по противоположению без сомнений усмотрится так аж и злое направление сия способности души когда в ней относительно к вещам божественным будет нечестие относительно к истинному доброму нерассудительность превратное и ложное понятие естествей вещей як об посчитать и свет тьмой а тьму светом как глаголит писание Исаи 5.20 добродетельное направление силы вожделения есть и стремление желания к существенно вожделенному и истинно прекрасному и сия силой расположения любви какая токма в нас есть занятие уверенностью яконять ничего иного по естеству своему вожделенного кроме добродетели и естества добродетели источающего уклонение же и греховное движение и сия способности бывает когда кто вожделение обратит к мечтательному тщеславию и к цветущей красоте телесной оттуда происходит серебролюбие словолюбие сластолюбие и все сим подобные пороки которые имеют началом сей род зла наконец доброе действие силы раздражения есть ненавидение зла брань против страстей и укрепление души в мужестве дабы подвязающийся за веру и добродетель не устрашался кажущегося страшным для многих но подвязался против греха до крови презирал угрозу смерти тяжкие муки и разлучения от того что есть приятнейшего и словом был выше всего что многие держат в плену страстей по привычке и предубеждению привратные же движения сия силы всем явны суть зависть ненависть вражда злословие соумышление сварливое мстительное расположение на долгое время простирающие памят о злобе и многих доводящие до убийства и кровопролития ибо необученный помысл не обретая как с пользой и употребить оружие обращаясь против самого себя острие железа и оружие данное нам от Бога на защищение делается злоупотребляющему оное погибельным правило второе итак по разделению грехов вышереченным образом грехи касающиеся мысленной способности души признаны от отцов тепчайшими и требующими большего продолжительнейшего и строжайшего покаяния например если кто отрекся верой во Христа и явился предавшим себя или иудейству или идолопоклонству или манихейству или иному подобному виду нечестия таковы ащепроизвольно устремляют на сие зло устремился но потом раскаялся все время жизни своей должен иметь временем покаяния ибо таковы не удостаиваются никогда во время совершения таинственной молитвы купно с народом поклоняться Богу но наедине домолиться а от приобщения святых тайн совершенно да будет отлучен но в час исхода своего от всей жизни да удостоится причастия святых тайн а если же пакетяне случится ему остаться в живых то пакет и доживет в том же осуждении не сподобляясь святых тайн до исхода своего а те которые муками и жестокими истязаниями вынуждены подвергаются и такими и на определенное время ибо святые отцы таковое человеколюбие оказали им потому что не душа их подверглась падению но немость телесная не могла противостоять мучениям посему за насильственное и мучением вынужденное отступление по обращению мера эпитемии определяется по примеру согрешивших любодеянием правило третье те же которые приходят к чародеям или провицателям или к обещающим через демонов учинить некое ощущение или отвращение вреда подобно довопрошаются и доиспытуются подробно оставаясь в вере во Христа некой нуждой увлеченной а не к таковому греху по направлению данному им каким-либо несчастьем или несносным лишением или совсем предрев исповедания от нас им вверенное прибегли к пособию демонов ибо ащи учинились и с отвержением веры и с тем чтобы не веровать якобы Бог есть поклоняемый христианами то без сомнения подвержены будут осуждения с отступниками ащи несносная нужда владе слабой душой довела их до того обойти в некую ложную надежду полно силе такожи добудет явлено человеколюбие по подобию тех которые во время исповедания не возмогли противостать мучениям правило четвертое грехи бывающие от вожделения и сладострасти разделяются следующим образом ими называются прелюбодеянием а иной блудом некоторым же тончайшим исследователям за благо рассудилось и грех блуда именовать прелюбодеянием поелику един законный союз жене с мужем и мужем женой и так все незаконное есть уже противозаконное и земля не собственная очевидно земля чужая ибо человеку дана от бога единая помощница и над женой поставлена единая глава и так аси кто стяжал себе по выражению божественного Павла свой собственный сосуд 1 фессалники 4 4 тому закон естественный предоставляет праведное употребление он но аси кто обратится не к собственному таковой без сомнения чужды восхитит для всякого чужого есть то что не есть его собственное хотя бы и не было ввиду владельца оное присвояющего посему строжая исследовавшим сей предмет представлялся блуд недалеко отстоящим от греха прелюбодеяния ибо и божественное писание глаголит немногие буди к чуждей притча 5.20 но по елику к немощнейшим отцы являли некое снисхождение то положено всем грехи общения общее различие таковое блудом называется исполнение похоти соделанной с кем-либо без обиды другому а прелюбодеянием на ветви обида чужому союзу к всему относятся скота ложства и мужеложства потому что сии грехи суть прелюбодеяния против естества по елику причиняются обиды чужому роду и притом вопреки естеству при таковом разделении видов из сего греха общее врачевание состоит в том досаделается человек через покаяние чистым от страстного неистовства к таковому потоугодию по елику же у осквернившихся блудодеяний несопряженность с тем грехом обида того ради сугубое время покаяния определенно тем кои осквернили себя прелюбодеянием или иными студодеяниями как-то смешением со скотом или неистовством к мужескому полу и во всех случаях как причина мною грех становится сугубым един состоит в непозволенном сластолюбии а другой в обиде другому да будет для некого различия образа покаяния возрешает сладострасти возбудивший сам себя к исповеданию грехов как уже начавший врачевание своего недуга тем самым что решился по собственному побуждению быть обличителем своих тайн и как показавший знамение своего изменения к лучшему да будет под эпидемией более снисходительную а уловленные во зле или по некоему подозрению или обвинению невольно обличенные отвергаются продолжительнейшему исправлению да был со строгостью был очищен таким образом прият был к общению святых тайн правило всем таково осквернувшийся блудожием на три лета да будет совсем удален от церковной молитвы три лета до участвует в едином слушании писаний вины три лета домолятся с преподавшими в покаянии и потом доприсвещаются святых тайн для приходящих же покаяния проходящих ревностей и затеян своим показающих возвращение ко благому позволите не настояющим полезное в церковном домостроительстве сократить время слушания и скорее приводить он их к обращению подобное сократить и время и сего и скорее допустить до приобщения сообразность с тем как он собственным испытанием дознает состояние врачуемого ибо как воспрещенно повергать душе перед свиньями так безвестно было бы и лишать драгоценного душе того который через удаление от греша и очищения уже соделался человеком беззаконие засодеваемое пролюбодеянием или другими видами нечистоты так выше речено посему тем же судом да будет врачуемо как и грех блудный но с осознаблением времени при всем так как и да будет наблюдаемо расположение врачуемого обидно так и одержимого нечистотою блуда дабы или ранее или позднее отдавалось им причастие блага правило пятое Григорий Нижского посему остается подвергнуть исследованию душевную силу раздражения когда она уклонившаяся от благового употребления негодования впадает во грех много бывает от раздражения греховных дел и всяких зол но это самое не верно было а и мы здесь не входить во многую подробность и не признали они требующим многого пописения врачевания всех согрешений от раздражений происходящих писание возбраняет не только легкую раму но и всякое злодействие и веселение колосян 3.8 и все подобное от раздражения происходящее но они только против злодеяния убийства положили предохранение випетемия раздражение висе злодеяния по различию убийства вольного и невольного вольного убийства первых висто на которое с намерением держим решившееся на сие самое злодеяние да совершит умное во-вторых и то полагается между вольными и убийствами когда кто сопротивоборств биявы будут собием сняносит рукой удар в некое опасное место зло ибо едино без заростей объят и стремлений вне предавшейся во время страсти не приемнет в ум ничего могущее присущи зло и так убийство происходящее от сопротивоборства приписывается действие произвола а не случая невольное убийство имеет известные признаки когда кто умеет в намерении место другое случайно учинить тяжкое зло из их вольное убийство требует кровяков протяжении времени для тех которые обращением врачуют произвольные преступления для них понадобятся три девятилетия с назначением по девяти лет на каждой степени покаяния кажется сюда проведет девятилетнее время в совершенном отключении с преврожденным именем в садо церковь столько же других лет до прибыли в степени слушающих сподобляя в степени слушания учителей и писаний третьим же безотелеки домолятся с припадающими в покаянии по всем да приступают к общению святых тайн явно же есть як и за таковым тоже наблюдение иметь и будет домостроитель существующей в церкви и по усмотрению обращений сократится до него продолжение пяти минуты а что вместо девяти на каждую степень покаяния положатся или восемь или семь или шесть или только пять лет если великость и покаяния упреждают на время и ревности и расправления себя превосходят тех кое в продолжительное время и неизвестно ощущают себя в скверн невольно за убийство признать достойность сожжения но не похвальным все сказали дабы явным сотворить яка асекте а то невольно будет осквернен убийством такового как уже садилась в свое священническое дело правило признало недостойным священнической благодати калития за время назначена до ощущения просто блуда калития за благорассужденный положитель для невольных убийц при том с рассмотрением и без расположения кающегося таким образом если будут истинные обращения то да не соблюдается число лет но с покрашенным времени доведется кающийся к возвращению церковь к причастию святых тайн ахи же кто не стомит времен и покаяния определенного правила не отходит от жизни то человеколюбие отцов выливает до пресвестивших святых тайн и до небезно пусть и отпущен будет воно последнее стран стил ахи пресвестивших святых тайн пакет возвратиться к жизни да ожидает исполнения назначенного времени находясь на том степени на котором был прежде дан на войну по нужде приобщения правило шестое другое забит удовольствия вожделение ибо так святое тесто нарицает любостяжание в колоссийном трепет не знаю как опустил отцы наши без указания в рацевании святое зло мнит событий болезни души в троятом отношении ибо разум погрешает суждение о добре мечтает как бы добро находилось в веществе и визирует красоте не вещественной вожделение стремится голову отпадая от истинного вожделенного и сварнивая раздражительное расположение души многие для себя случаи приемлет от себя зуми и вообще можно лечить атаковая болезнь соответствует апостольскому описанию любостяжанию ибо божественный апостоль признал вон не так мы долосужаем и кормим сезон но однако сей вид греха отличен без особого рассмотрения врачевания от всего необычей умножается церква никто не испытывает приемный шклер но шклер не несли а не своим видом его служения впрочем поведут апостол наши не упомянули о всем что полагаем достаточным врачевания силы как это можно всенародным словом учения и не видимо достижания как дмитрия болезни от избытка власть ощущать и рассуждением так мы так будем в рабокатательстве и святаться посчитаем тяжкой болезнью потому что таковое у нас очень преемственное от отцов предания и по дождественное описание в числе возбранения его принадлежит лишь вае рост и приобщение к своему стежанию чужого через некое преобладание хотя бы это было под видом договора но так поведут наше мнение не только достойной веры чтобы имела власть свойственные правила так решение может присоединиться в день по правилам обещать бессперного сбранения тогда разделяется на разборничество и подкатание чем-то вы другого виду на отлят и чужое но между вами есть великое различие в расположении дыха ибо разборник за достижение своего намерения употребляет и человек убийство и чему приготовляет свое оружие и стопис подобных тебе и способностей мест почему-то такой подвижит себе человек убийц а с покаяния к церкви божьей возвратиться а присоединиться себе чужое телестание посещения и потом связист подгрес свой объявившись священнику завратеет нибудь отразнения противоположным своей страсти то есть раздаваемым именем нюхсин да расточив просто иметь покажет себя отчищенным от болезни любостяжания нюхсин и ничего кроме тела поведает апостол трудом страсть поведает поведение считается так считается крабы поведен крабец на пасе да пруждаются вера благое да иметь подаяние требующими нюхсин 428 правило сильное и самые грабокопательства разделяются на простительные и непростительные и да все кто себя честь и мертвых и не касаясь сокрытого во гробе тела доминаются перед солнцем неглагообразные естества некоторые камни на гробе положены употребить на какое-либо построение все хотели не похвали впрочем по обыкновению сделалось простительным когда вам вещество будет обоснованным на место лучше и лучше полезнейшее а истязывайте прах тела разрушившегося взгляни и подвините кости в надежде приобрести метро украшения закопанное сумершем след подлежит такому же следу как и простой блюд с обведением разрушившего показанного в предыдущем следе то есть осматривает представитель целой неврачей и самого жития его так что может сократить и продолжение эти тени определенные правилами право на сне исхождения григорий 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 святотатство за подлежавым писанием признало достоин меньшего суждения как убийства ибо обреченные в убийстве и посетившие посвященные Бога ранее подлежало подбиение камня исхождение исхождение и послабление в церковном обыкновении неведомиката последовало некоторое исхождение и послабление и ощущение не более чего принято более легкое ибо предание мальтическим определенно таковы не такие муя на меньшее время нужно за пролюбовение во всяком зароде преступления прежде всего смотреть и должно такое расположение врачей им и кое врачеванию достаточно почитать недвижимость ибо какое силы не может быть от времени на произволение того который врачи от себя покаянием судьи и до человече должен со мной быть тянем собрас из того что имеем в руках с тянем посылаем поведом это должно послышно быть и поведением братьев ты не переставал приносить благо обычную анас молитвы но ты должен так благонетен судьи по боже родившего тебя питать от старости твоими молитвами по заповеди подавляющих стихи родителей да благо ты будешь и долголетен будешь на земле верно же то я так принес писатель это изменение священное и не принес дара хотя бы он был ниже твоего высокого духа святого григория богослова о том какие подобают читать книги святого нового завета 370 и 91 григория листа 372 и 374 задум причем новым плюс изданных книгами следа обретаются многие подложные писания неправые надписанные по прививу выгнешь ее неверное исчисленное историческое книг живущие еврейские премудрости сел 12 первое бытие потом исход львы потом числа потом второе законное потом исчис и седми 8 рус 9 10 книги Диане Царь Парлопоминян и последний имеющий Езгру Стихотворный книг пел первое Ева потом Давыда Далее Трюс Адамянов и Кислав и Песняки Своей Трюси Также пел книг Душа Пророчества В одну книгу все оказываются Енад Сы Офи Аня Стро Пересел Потом Яун Потом Ио На Адам Мазак Мстофон И Далее Захар И Малайз Все Едино книга Вторая Исаия Потом Иеремия Презвен Атам Адам 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 Презвен Я 22 книги Ветхаза Это Иеройским Буком Равночисленное После Всего Счисляют книги Малат Адам Адам Писала Чудеса Христов Адам Амар Витали Мастер Ио Ио что Ио Адам А Что умеешь все, а все же какие свечи вершись не принадлежат к твоему знанию. Святого ансилохия, епископа, селевки о том, какие книги приемлются 394-й век. Мои пасы подобают вебуке и сию, якобы святого книга, сказавшего до статистимого писания, есть бесповерное. Но добывают иногда книги изъявления, не имеют среднюю и так, а лучше близкую к слову сам искренне, а другие подложные и обманчивые, подобно как поддельные подложные монеты. То есть, хотя имеют написание царства, но повиски вкручиваемые оказываются ложными. По всему не имеют и до каждого из благодосновенных книг. Надо бы ты познав раздельно прежде, но и не имеют книги главшего завета. Кто-то книжный содержит бытие, потом исход, исследую книгу любви, церковь и числа, то, что старозаконно. Симпринцева, какие сущие исследования, потом Русь, 4-й книгу царств и 2-й пара лепаминам. За ними первое телевизор книга 1-го и 2-го. Далее на рекламе 5 книг стихотворных. Увенцена, подвига на различных страданиях, и его книга царств, как подпевственная для душеврацевания. 3-й книги премьерного Соломана, 3-й книг, 10-й книг. Симпринцева, купить 12 пророков. 1-го Осия, потом 2-го. Мося, Михея, Яида, Авиньон, образ тредневной смерти. За ними мимо Мааватана, потом 9-го, Сафония, Абделы и Захари, исламного вестника Мааватина. Простыниш, познавающий кореш пророка великого Исаида, разновенно глаголовшего, и реминица с праздничного количественного языка, и последнего мира, деланных словом премудрого. С ним привозят некоторые усилия. Время неморичных не думал уже по приемнице тысяча штатных евангелистов. На слово потом Марта к ним присоединились Третьего Лука и Анна, в 14-м по времени, на 1-м по высоте Дагмата, ибо правду нарицали его сына Иврона, величественно провозгласившим Богослово. Третья и вторая книга Луки Соборных Диан Апостолских, все потом присовокупившись Брануна, протоводника европейского языка. Павла, кто мудро написал, что в церковь 14 посланий, единокрименный, коня, должна соприсоваться судьба к Варунтиным, Галатам, Кисисанам, за всем живущим в Силиппах, потом написано в Сарасанам, все салонитнишам двадцать, и на слое двадцать, и пилите ли нами, каждому едино. Едино Кирилл. Все неподлинные люди называют недобрые, и во нем благодать истинные. Что на посуду Кирилла Соборных Посланий? У них заводят лакосеи, и их принимать должны, а у них третят на Евгения Лакова, Евгения Петрова и Евгения Иоаннова. Местер за приемами Три Иоанновых, и кроме Сильба, Петрова и Седьмая, и Евгения. Откровение Жуанова у них присутствует к священным книгам, а много называют неподлинным. Силба будет неложнейший канон бога-басновенно вписаний. Каномические ответы святейшего пеносилы и епискок Александринского. Единого от 150-го отцова был шанс на Константинопольском Соборе, 385-й до 85-й. Вопрос первый. А в согласенном отраца, лет с ними, или совершеннолетний человек, получить в ровно-бойке при совершении литургии, и по неведомому приобщиться, то как должны поступить с поковым? Ответ. Должны просветить его крещение, и запрыгивая над Бога. Вопрос второй. А в согласенном отраца, лет с ними, и восхищать самыми причинами его, да примет святое крещение. Тогда он не принял, или нет, и не так, что а в собою близь к смерти. Ответ. Когда обеснивание на существо святое душе не существо, то не может принять святое крещение. Но при условии от всего жизни крещаются. Должны приобщаться. Должны приобщаться. Должны приобщаться. Должны приобщаться, слепей в камень, или нет. Ответ. А в синий нарушают то, не заселит у ним каким-либо образом, то да причищаются. Но не каждый день, довольно для него так мало по временам. Должны приобщаться. В болезни, не несется в районах, не может сам произнести из погодоней веры. Прислужив его просить, водят, да примет святое крещение, да то ли жить. Должны ли прияты, или нет? Ответ. Должны прияты, чтобы не приключиться его обычной зоны. Так должны ли таковые крещики в тот день, или отложить им, или сколько времени отложить? Ответ. Должна отложить, доколе очиститься. Вопрос седьмой. А синий нарушает, предприключающую свою обычную зону. Должна ли она в тот день приступить к святым пальмам, или нет? Ответ. Не должна, доколе не очиститься. Вопрос седьмой. А синий нарушает, предприключающую путь в луне, ради того, как она была. Ответ. Профессиональный для усмирения нашего тела. Но так, когда тело находится в усмирении и уменности, то должна она принимать пищу и путь в луне, как сосед, и повезти может. Вопрос седьмой. Вопрос седьмой. Должен ли, если шансоветели молиться в пищевстве Ориан, или других юридических? Или, будет ли кто, немало не вовредит ему, когда принес совершал этой своей молитве или священ убийстве? Ответ. Вопрос седьмой. 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 Добро пожаловать в нашу послуживателя. Буду ли докосить его до присутствия или нет? Ответ. Аж у подтвержден разделению жены, то не должен присутствитись. Аж у высотома искушал тебя, даду такое присутление в честь данной общения, божественных танков, то должны присутствиться. Ибо и наш искуситель не пристанет нападать на него в то время, когда он должен приобщиться. Вопрос приносить. Совокупляющимся в общине брата, с которого вы седниться должны соблюдать воздержание от совокупленного друг друга, и с которого вы не имеете права наемного. Ответ. Плезду лет, я теперь скажу, и от вас обрабатываю, не мешайте себе друг друга, то, что и по согласию, да временем, да пребывайте в налуте. И так, и вскруто собираются себе, не искушают вас с оконами воздержанием вашим. Впрочем, необходимо должна воздерживаться в день субботный и воскресный, потому что в семье до самого жертвы приносится Господу. Допросьте по ручкам. А что кто будет сюда, поднимет на сюда руки, или подержит сюда с высоты, за такая вода, в ней не будет и приношенную иммунитру. Ответ. А таковым священнослужитель горморов судьбит, поднимет на будущее в ней у нас, а дело в себе. Ибо часто близких, пострадавшим от самого себя, желают достынуть, да будут приношения иммунитру за меня. Но правду, если ты глаголок, это было не судьба. Может же быть, я касался и от обиду человеческого велика, у меня на таком случае от малодушия. Ну а таковым не подобает быть приношения, его есть самоубийца. По сути, самослужитель неправильно должен со всяким самым испытывать, да не под тобой, по суждению. Вопрос 15. А что-то наоборот на обрежу надзем духом для того, как и оковы носит. Мухи лежали, зловолы, пятно не может воздерживаться, и сути, поят, и мы. Думаю, не покоряк, поят, и мы или нет. Ответ. Сын-желый запрещался при любописании, но мы не обрекали, что на себя отнесшаться. Вопрос 17. А что-то сейчас уже приобщились на кустами, измывая их стау, не заходя из зданий, не хотят проглотить воду, должен ли у таковой пресиститься? Ответ. Должен. Удаляши, пока не обретший случай, удалить его от пресищения. Сейчас все будет делать то же. Вопрос 17. Часто слышал слово Божие «Унетворя», мы под офигением его не обрекаемся. Ответ. А что «Унетворим»? Нужно нам не управлять у себя, я послушал и не повернуемся. У корыту ли сюда есть спасение? Вопрос 18. С какого возраста человека другие защитятся от Бога? Ответ. По мере познания рассуждения каждого месяца из десяти летнего возраста, а у нее с последующих лет. Правило первого архиепископа Александрского. Про разглашение при наступлении святых богоявлений в неделю 385-412-й день. Правило первое. И обычный долг требует от нас, спите всякий воскресный день и празднуйте они. По мере в сей день Господь наш Иисус Христос проявил нам воскресенье из мертвых. Почему первым наручаются длинцы в священном писании, лакопоставляющие для нас начало жизни и во сне, лакопрошедшие по субботу и в единстве? Но когда случилось в сей день жить и поступили к святым богоявлений, то была бы очень длинная и рассветленно применялась к обоим святым. По предыдущим месту какими-то мы не поступим к обоим святым богоявлений, не почитавшим дня воскресенье Господа нашего Чистос Христа. И тут мы разводим должное пастое люди, Ожидая вечернего собрания, которое в сей день по его имени Божий совершается. И так, сей день бы собираемся в час дегатый. Где Божия? Слышала о святомиске-то. Наставление данного няня. Правило второе. Ждущими во всеми ориами, дамыми удерживающими за собой церкви, Да будет поступало по обычной, то есть таким образом, чтобы поставляли были другие, свидетельствуемые православие, а они оставались в общении, и чтобы распоряженные у них были согласованы с тем, как и в других городах поступили в существенной воюзии православные епископы. Поставлено птица по отполам, ведущие в общение суррианами, Сами не имеющие в церкви, до подборных своих птицами, А все ученились ее по своему произволению, А все же испослушаемые своему епископы, Когда прибывают в общению, так неразумевшие, Яко неразумно поступили. Впрочем, а все есть народ отвергаетесь? Впрочем, кто бы рука положится в рюкзе? А если заприемлить их тут на стене, Скорые наступили в общение, То есть иногда будут применены обычаи, Которые исследовали все сущные герои, И православные епископы. Правило третье. А выски, поставленные в пресвитера, Жверевы и следования, Буки подобаются. А все он, Николай отключился от злого мужа, И целые насилия, Чтобы не были попущены на Буки пресвитера, Става космедлога, Но яко неразумен садик сорта, Который обыкновенно таковых отлучает. Впрочем, что его не поставляется Стрелочный звеный лекисток и от полома, А если поставили ее полевидение, Его святой собор повелел Взвергатель до столь, Который преступленно облучился После рукоположения. Правило четвертого. А в Сынере, Половик лекистопа полома утверждает, Яко отослав его и отчиздил от церкви, Тогда будет так, А так определил лекистоп. Надо будет ему предоставлено Привести свое оправдание о существовании, И недоволен определением лекистопа. Правило пятого. Филосева. Потому, если поставим взгляд Она в лицо, Не подобает быть исследованию. И осуществление будет, Как он будет согласен И взял свою племенность В общение брака. Там по крещению Был введен в Клюр, Вопривод в Клюру. А что только она скончалась, И он после крещения Не сообщался с ней. Осуществление будет И взял свою племенность В общение брака, Когда будет сись в Клюра. Но нет предоставления И пуската от Павел Насик Оставил его по невидиму. Правило шестое. Он ярко надлежит Быть не следованием. Особенно с исчислами И лучше виноватым В преступлении его бодевания, Как при сути ростных сдержан. А потом приял Ракоположание, Чтобы извернуться От своего ступени, Спросить под сшатанными Следованием о неповедимом Полозрении, Просевшим от научничества Из два слова. А что же не обращаться По веням, Вопребует к Клюру. Но бы не должна Имять усилительный Обреканию. Правило шестое. Но умеется Что-то положить И свею Да будет испасть. Весь собор Священнослужителя Да согласился И да изберет. И тогда И пускат Да испытает Избранного. И с согласен Священнослужителя Совершу Рукоположение Среди церкви Священнослужителя Народа. И при возглашении Вепископа Освеннажитый Народ Священнослужителя Клянии. Правильно Чтобы не бывало Рукоположения. Ибо когда церковь Пребывала Изнили. Тогда Рукоположение Привычное Совершательство Церкви Священнослужителя Священнослужитель Вместо Вместо Среди церкви Священнослужителя Вместо Рукоположение Совершается Немнадцать Как по испытаниям От Священнослужителей Так От Священнослужителя И при Правозглашении Его Присутствующему Народу Так, но так, чтобы не последовало некое уклонение от правила пути Правила восьмое Приношение для быстрого жертвы, которые были нужны для танца, да раздевают между собой принадлежащие киры Ибо не власть и не пилет отклонно созвращения, не только принадлежащие киры Исущие с ними верные братья Правила восьмое Положение радости для волоки, а конекты не должны быть строги, как обвиняемые грабодеяния Но пустяка полога твердает тогда, что ни единого обвинителя не имелось против него Тогда произведется исследование восьм Восьмая, что они подостоверные обвинители, потому что то не доказано будет подстоверным достоверным следователем Подоизвлежатся у сверпы Акции доставлен клюра и имеют свидетельство о своем целом выборе, чтобы приближать к клюре Правило восьмое Согласен с его священством, можно назначаться другим этаном На определение клюра соглашается у епископа полога, дабы церковное достояние потребляемое было на 100 долгий Правило восьмое В дальнейшие долги и странствующие пришел сюда получают всякое успокоение И никто, да не присвояет церковного достояния Него же Кофееве и епископы, а так и не умеешь чистошь Правило восьмое Известирование на твое благочистое Я-то некоторые, умеющие себя чистыми, желают присоединиться к церкви А то есть великий собор блаженых отцов наших души, чтобы определил ракополазать, приходящих от верующих То есть великий собор благочистое в церкви, а так и не умею добродутельно, нет никакого там и препятствия Него же, а за фону епископы Правило тринадцатого Максим утверждал это вступительное законное сопрежистое по невидимому закону церкви Утолики его смущают от лечения его от собраний церкви То есть великий собраний по невидимому по согласию воздержатся от беззаконного сожития, на что узнал его согласно Ну так, а все смотришь, а то они делают все по согласию и не обманываются Каталюлик излечит уже лет прошло путь сочитания, а все заблагорассудист поставит путь Оглашенный министр и этапа А все же приучают, что это хотят обмануть и непотребно противничество в прозов Сотвори, что Бог, чтобы он лишит Руководствует во всем осмотрительности И до находочной листии лучше можно узнать расположение их Его же Слышало Милы епископы Правило четырнадцатого Законное дело собрали пресвитеры Ввеси в вене А все искренне злогое принесло писание и мечтаты Она сказала, что я только ради Причиняю, что я буду не хотеть, чтобы прекратить неправду А не отвлечу от собраний церковья Наполею, что я уже собрала, что она, врачи и поредшего, желает принять об этом в общую церковь И как и много за нас все разумеется, как и законы божьи обращаются, желаю быть у церковных собраний По разрешению идти в вене штуки с народом вернешь Правило Из-за восьмотых отца нашего кирилла архимпископа Александринского 412 и 444 г. Каноническое послание к древнему, как и архиампископу Правило первое Каждое дело наше, когда плавно последует правилам и благоченения Но порождает для нас никакого смущения И выздоровляет нас от корреса И некоторые Спасы же приобретают нам и одобрение благомыслости Ибо кто не согласится с именем и беспристрастным Когда она произнесла на кем-либо Ибо не будет и без корреса и пасы же создать по храму И исполнен суть права и незаконный Свою пешение никогда твое благочестие в своем писании По своему камню И к преподавающему и благочестилищему брату нашему Суепископу Прокли И именились Петра Благозавельнейшим и боголюбивнейшим выпископом А он между тем плачет И почитает себя неправильно В отрешенном, отрешенном ему церкви Приденьше бы было было Или уникальный уменьшен Суспотепен с самой вещью И властью не достоин Представать жертвники Божьей Не будет ему почтенными именованиями Иископа Может быть словно упаковываться Квоему боголюбию жестоким И не братолюбию Но никакого оно поистине Когда мы будем снисходить ему Быть старца Оставать ему невинное именование На мне завистье было бы Поместить и другое Он говорит, что это может оправдать себя Но ему не доняя время Не на оправдание И непредвозно рассмотреть Дело по правилам А если себе было бы очевидно То самое дело произведено Или обличило бы У него преступника Доказанного И призненного Но пока мы не могли Своей ручьей Отходить Или представило бы Него Решительными Деньми И возвратило бы У него Начальство На сортами Которые бывали Непорытыми Татьяне Но пока мы Ничего такового Не сделали Появили Сегодня Некоторые причины И главный Яко Прикерпел Несношенную Обиду Яко Неправедный Незвежный При собакупел Яко Лучше В плане Собственного Ответа У него Итак Трое Прикодобие Примерно В распознении Ничего Прилюбил Божественное правило, искать приличную церкву и поставленную вию до сущного служения. Свердлый силу уважа и наше пустояние до отрочного бестарца. Ясно, вошел с этим выписываться в те же, которые возлагали на меня преступление, то до свидания, которые помогают перед твоим благочувствием, соприсовавшими, то есть почему нас было благочувствительных епископов, кроме тех, которых не приемлют, как им, подозреваемых. Мы не полагаем, чтобы кто-нибудь завершенствовавшись епископов у меня в раздобной миссии против брата. Надо бы все призвать не послужить ослаблению силы, но еще и быть сюда, а когда все неправильно произведен был. Понимаю, что это оскорбительно, а все некоторые по сомнению в миссии без пристрастия не будут в судебном собранном. Второе, второе. Неправедное же отъяпывание вещества справедливо собрать возвратительный по одним причинам. Во-первых, поеликой не наблюдала, был почему-либо по колонию. Во-вторых, поеликой для вычувствующих епископов, сущих по всей земле. Ведь я за все это крайне неудовольствие приводит требования отчета, встречающихся у них расчета, как и в заходах в церковных парковых приношениях от некоторых. Но до каждого дня за свое время дать отсекся в ничерс. Вытвори и невидимые успевания надлежат хранить с арклами, отчездаемыми. Свободные уже будут, утравившим божественным священством, в расторжении случающимися, в них взрывно расходами. Правила трюки. Рутописание же отречения, да, вам так скажу, и не по собственному произволению, но по нужде, по страху и по грозам от некоторых. Но и кроме всего, с арклами и постановлением и несообразным, я калюту и сущему действуя в отчете. Представляю рутописание отречения. И дальше достойные служники допребивают всем. А что вы недостойны, да удаляются от служения, не отречения. Но после осуждения по делам против них, против колюш, может кто-либо вознести великий вопрос, для которых входящих вне всякого порядка. Сури с тобой, братья. Сури за сном и сури туда, Господи. Умного же Кирилла. Кирилла, 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 Кирилла и Пентаполя. Правило четвертое. Подобавят уникальпенсионные отцены, что полезно необходимо при зубами народа. И что слышат сладости ты в чертилле. Или, в Писании сказано, для договоренности отворюки Сирилла-Зраилла, любит 15-31. А все мунистерии находятся в путь в русскую область. Можи благосиспорю, вот проходя все ритие длинное. Прошелся в Александрию, даже прохая на меня, о состоянии памятных, с мунистерой облужили. Я там не буду сообразняться по следующей причине. Несколько раз купил в дальний брак, вышедший пар был самая брасная чертога. Главное, те, которые создали дождичь, лепископов, и, может быть, пока не что, никто не обнаружил какое состояние, рукополагаются священнослужители, то есть спецмутеры. Другие из самых монастерей облуживания, лакодушины, так же восхищают рукоположение, и соделаются священнослужители, чтобы спецами монастеристов, если изгнены. Ихотов приносил бескройные верты и исполнять всех, кто привычный священнослужителям. А все происходят, я по несколько раз на усилиях, уклоняются до церковных собраний, и нехотов причислялся, когда они и служат. И так, по улице, сколько крючок наминало, подобают нам проявленные ожидания народа, кто бы наблюдал за судьба, с облазочностью, а все, кто имеет бутеры по поводу, священнослужителей, и спецынки вывозят ее, так и когда поваливая, и не исчезла бы она извергнутся в другую благочискивающуюся лепископа или или мастера, и тогда, а все образцы-то беспоросны, рукополагателы, и таки наградом не соблюдаются в такой свою совесть, из-за запороженности, священного, и достатчикового слежения правила 5-го Курила. А, с сожалению, будут поогласенными, подвергнуты отвлечению, наказанным за грехоподелами, потом прибираются к смерти, кто бы отключается, и бы не отключается, а в жизни исчезла без путешествия для задачи, то есть без приобщения, свякистан, и докажется еще не согласно с уставами церкви. Приветствую, пустышу, с вами братья, пустышу, и вас с вами приветствует раз о Господу. Окружное послание дуновия патриарха Константинопольского и сын Святого Собора под своим пресвышеншим и прополитом и папе Римскому. 459-й год. Бога людей висели послужителю выназу и собравшись в царской сунграде на Амруне Святой Собор. Владимир наш Бог и спасут Иисус Христос вверх святым святым вечерекам тропе и Керангелия и послали под свой сверный и тетилям и человеком власть уже по выбору дабы дар даром принят им от него и они преподавали людям даром или серебра или золото или вообще какого-либо скучного или естественного или земного и даже милый твой не заменяет здоровье небесно собеседливость Смузатой кандал не так молись но через них и не кто еще дошел возрустил из ступен и место и как они хранили тогда так нам не не подобает точности хранили соблюдать омели и исшираться в том что натерт это суширение и не держать не опасно преподавателем даром заворот труда даром давалки нас нас девять не черебра не зата при поле сос ласши Матвей 28 просто и гасши слова все я заповеди не чтобы ничего разве как ты его не разумительного предупреждения с то что меня от меня взрослит приятного достоинства все с свеченство но создаем не что ли мал или много раз дали мне Главное вам от меня продано, то и вы продавайте его на другим. А что же даром приняли, то и вы даром давайте. Что ищусь я заповедью, что полезно для кого-нибудь еще. Дару поиски и тем, кое возомнили, продавайте дар Богу, или преподавайте ему за деньги. Ибо таковы, по изручению святого Петра, вжать и горе с тем, и ужасно, правда, находятся в связи с своим струбродугием. С ним законом Господи согласился и правила Сын Святой и Божественный Шаток, святого и улыбка Силенского Собора, с оттуда не собравшегося. Оно ясно предложено нам следующими словами. А что такое у Пископа за Белгарка положено и учит. Или продаваемая благодать. Обратусь в продажу, за Белгарку поставили Пископа, или Шору Пископа, или Пельсвикера, или Белакона, или Молоковая Отчути из Сыскопуры. Или произведет за Белгаркой Каняна, или Незбука, или Парамонария, или вообще в какую-либо церковную должность, ради внешнего отрибутка своего. Такое было бы решение, как на себя попустился, добудет подобное решение собственного ступня и поставленное им отнюдь, То и сей, асиесисклира, да будет низвержен от своего степени. Аси же миренин, или монашествующий, да будет предан анафеме. Деяние 8.23. Второе правило Четвертого Собора. Прекрасное и весьма благосестивое заповедание сего правила Святых Отец. Всякое нашествие сатанинское и всякое покушение дьявольское, устремляющееся на духовный дар, отражающее и пресекающее. Ибо отнюдь не допускает, что производство рукоположения за деньги было совершаемо или предприемлемо как совершающим оное, так и восприемлющим производство рукоположения. Но ни раннее время рукоположения, ни через некоторое время по рукоположению, ни при самом рукоположении, не позволяет давать им зду за рукоположение. Паэлики совершенно воспрещают всем деле быть и угождению дарами. Однако Паэлику в настоящее время, при сих талико явных запрещениях, некие в Галатии усмотрены ради скверного прибытка и серебролюбия пренебрегающими и приступающими сей спасительной и человеколюбивой заповеди. То за благо признали мы со святым собором, пребывающим всем царствующим в Новом Риме, паки возобновите оное, дабы не допуская никакого ухищрения, никакого предлога и никакого мудрования, все гнусные нечистилые обычаи, неизвестно каким образом вторгшиеся в святейшие церкви, совсем присыщи. Да вы при истинно неподкупном и чистом провозглашении, бывающем от архиереев над рукополагаемыми, не сходила на них свыше благодать Святого Духа. Ибо ныне при совершении производств за деньги и при действии руки нечистые, не знаю, не сходит ли на производимого по провозглашению, и не воспищается ли паще благодать Святого Духа. По всему ведой, муж по всему благочестивейший, что всякий, кто бы он ни был, изобретенный в чем-либо таковом, епископ или хор-епископ, или переодевт, или пресвятер, или диакон, или кто-либо иный из находящихся в церковной должности, или мирянин, по общему определению и общему приговору архиереев, осуждается, как осемы выше приведенное правило Святых Отец глаголит. Ибо благодать долженствует быть и благодатью, и серебра нигде не должно быть для нее посредником. Итак, да будет и есть отвержен и всякого священного достоинства и служения чужд, и подвержен проклятию анафемы, как мне, счастяжать и оную за деньги. Так и обещающий за деньги преподатью оную клирик ли то будет, или мирянин, изобличен ли будет, или не изобличен в деле всем. Ибо невозможно прийти к кому-либо в единение несоединимому, и мамоне согласиться с Богом, или служащим ей служить Богу. «Господни, если сие изречения непререкаемые, не можете Богу работать и мамоне» — Матфея 6,24. «На сих словах утверждаясь о посиле и им повинуясь с изрекшим он ее Господом, мы постановили решение о виновных в таковых преступлениях. Да почтится же и твое благочестие, творясь ей со всяким ородением. Соделайтесь ей через списки известным и подчиненным тебе, боголюбезнейшим епископам, и переодевтам, и всем прочим. Да единым духом и единой душой и всем и вкупе христиане, укрепившись против общего врага, «Возможим с помощью Божией исчищи наслаждаемый им между нами корень серебролюбия, со всеми злыми отраслями. Все сущие с тобой о Христе братство приветствуем. Возмогая о Господе, молись о нас, боголюбезнейшие братья». К всему слову послание, купно с самим Геннадием, подписались такожде семьдесят три епископа. Послание Тарасии, святейшего патриарха Константинополя Нового Рима, к Адриану, папе Древнего Рима. Святейшему и блаженнейшему брату и сослужителю, господину Адриану, папе Древнего Рима, Тарасий, милостью Божией епископ Константинополя Нового Рима, о Господе радоваться. Многочастно и многообразно от евангелистов, от апостолов и отцов научаемся несребролюбивый нрав иметь и при посвящении в священство. «И не взимать серебра или злата при поставлении всякого священного мужа, как покажем в приложенных при всем выписках из божественных изречений Писания и учений отцов. Ибо возлагающие руки суть служители духа, а не продаятели духа, приемлющих ту не благодать духа, ту не преподавать ионую заимствующим от них, обязали приявшиеся им свободу от слова Господне. Аси же, кто обличен будет, якокупивший златом, такового объявляет изверженным от священнического чина. Паелику, хотя он и получил священство по имени, однако слово не согласуется с делом. «Никто же поможет Богу работать и мамоне, как из Евангелия научаемся». И паелику мы слышим Бога вопиющего через пророка, священники, глаголитесь в сердце Иерусалиму. Исайя 42 стих. Ипаки угрожающего и глаголящего. «Страж, аще увидит меч, грядусь и не вострубит трубой, и люди не охранят себя, и нашед меч возьмет от них душу. Кровь от руки стража зыщу». Иезекииль 33, 6. «То мы, страшать осуждение за молчание, возвещаем всем предстоятелям наших церквей, дабы с одерзновением словами Божественного Апостола могли мы решить, чисты есть мы от крови». Деяние 20, 26. «Приступающих, повеленное правилами, и особенно рукоположивших или рукоположных нам зде». «Божественный Апостол Павел Коевый престол наследовало братское ваше святыне, отвергнул таковых, як Осимона Волхва. Посему мы не колебимся возвещать истину, сохраняя и содержа преподанное нам в правилах святых Апостол и славных Отец наших. И аси, что из сих нарушили некие, от таковых отвращаемся. Братское ваше священнолепное архиерейство, исправляя законно и по воле Божией священно-начальственную должность, стяжало громкую славу. «Ибо великий и первый архиерей Христос Бог наш, рек через пророка, живу я, только прославляющих меня прославлю». 1 Царство 2, 30. «Ведаешь, муж, желаний духовных, что несвестивая ересь Македонии и его последователей-духоборцев менее нестерпима, ибо сии пустослоя, так и бессвятый дух есть в творении раб Бога и Отца, а те, как мнится, делает его своим рабом. По елику всякий господин все, что имеет, аще восхозчик продает, раба ли или иное, что из стяжаний своих, так ажди и покупающий, желая быть и господином покупаемого, ценой серебра и приобретает он ее». Таким образом, творящий беззаконное сие дело унисижает духа святого, согрешая рано с теми, кои богохульно говорили, «Акоби Христос изгонял демонов, а веяли зевули, или справедливой речи уподобляется Иуде предателю, продавшему Христа богоубийцам и иудеям за цену серебра». «По елику же дух святой, где насущен есть Христу, Богу нашему, то для всякого явно есть, яко и сии подвергнутся той же участи, как сие доказано. Яще не продается, ибо явно яко отнюдь нет, то несомненно яко нет в них благодати Святого Духа, то есть святыни священства, и они не прияли и не имеют оной». 1 Коринфянам, глава 9. «Ибо да воспомян святого Петра, который к покусившемуся на такую куплю глаголит так «Нет тебе счастья ни жребия, словеси всем». Деяния 8, 21. «Ибо аще продается достоинство священству, то, конечно, излишний для них благочестивый образ жития и пребывания в чистоте и добродетели. Излишний для них и Павел, божественный апостол, научающий, якоподобает епископу, быть и непорочну, целомудрену, честну, учительну, воздержательну, трезвенну, держащемуся истинного словесе по учению. Досилен будет и утешати в здравом учении, и противящиеся обличати. «В сие все становится ненужным, а все продается и покупается священство». Ниже следующие святоизбранные места показывают, яко тот вовсе чушь священства, кто когда-либо дает или взимает мзду в какое бы то ни было время, прежде ли рукоположение или после рукоположения. Ибо взимати есть взимати, а также воспрещает и все церковное производство за даяние денег. Правило 29 святых апостолов Из деяния святых апостолов 8, 18, 23 Из третьей книги царств 13, 33, 34 Из четвертой книги царств возвратился Нииман к Елисею сам. И все ополчения его и пришли, и стали перед ним и сказал, «Все ныне разумев, я конец Бога во всей земле, но Токмова, Израиля». 5, 15, 27 Истолкование святого Василия на Исаию Закон дал Бог в помощь до рекут. Нет слова, как сие, за которое не можно дать даров. Сей закон неподобен глаголу чревовещателя. Поелику не изобретен, как сей, для обольщения, но есть учитель истины, притом таковые предвещают за серебро. И сие достойно смеха, яко обольщаемое платит им и серебро в награду за ложь. Глагол же закона не таков, чтобы за он и давать дары, ибо никто не продает благодати. Даром, говорит, приняли, даром давайте. Видишь, как вознегодовал Петр на Симона, принесшего серебро за благодать духа. Серебро твое, говорит он, с тобой да будет в погибель, ибо ты подумал, дар Божий серебром стяжать. Итак, слово Евангелие не есть подобно продаваемым глаголам чревовещателей, ибо какое кто даст достойное возмездие за оное. Слышу, Давида, недоумевающего, и глаголящего, что воздам Господи, вео всех я же воздаде, ми. Салом 115, 3. Посему невозможно дать за сии дары достойные, подаваемые тем благодати. Един дар достойный соблюдение дарованного, давший тебе сокровище, требует не цены за данное, но достойного хранения данного. Из его же посланий к подчиненным ему епископам правила 90-е. Из жития святого Иоанна Златоустого приступил ко всем епископам виновник протяжения слова нашего и севия, обвинитель шести прочих епископов, прося о принятии его в общение. Некоторые из епископов вас спрекословили, яко не должно приятие его, яко клеветника. На сие он умоляя говорил, поелику дело в продолжении двух лет большей части исследовано и дана отсрочка для свидетелей, то прошу ваше боголюбие, да будет позволено мне представить свидетелей ныне сего же часа, ибо хотя и умер Антонин епископ, взявший золото и рукоположивший, однако остаются в живых давшие и рукоположенные. Присутствующий собор признал справедливым вступить в рассмотрение дела, и начинается рассмотрение дела, чтением записи о том, что произведено прежде. Вошли свидетели, вошли и шесть давших и рукоположенных. Все и вначале не признавались, но как свидетели и измеряны из пресвитеров, на которых они, по-видимому, полагались, твердо стояли в своих показаниях, то они сперва отреклись, а когда свидетелю обличели, приводя им на память места и времена, исказуя виды данных, вещей и количества, тогда совесть их возмутилась, и они добровольно, без многого принуждения, признались так. Признаемся, что дали, но мы думали, як о такой есть порядок, дабы нам освобожденным быть от общественной службы. И ныне просим, а если не есть благочестное прибытие нам в служении церковным, то, по крайней мере, да получим золото, которое мы дали, ибо мы дали некие вещи жен наших. Но сие Иоанн дал обещание собору, я освобожу их от светского суда, упросив царя, вы же повелите им взять то, что дали от наследников Антонина. Собор повелел, золото взять им от наследников Антонина, присещаться им внутри алтаря, но быть вне священства. Дабы аще простим сие не вошел обычай иудейский или египетский продавать и покупать священство. Ибо, сказует, як овредитель и лжеименный патриарх иудейский, каждый год или через год переменяет архи-синагог для собирания сребра, подобно и его подражатель, патриарх египетских иудеев, да исполнится пророческое слово «Жрецы его нам сделают висеваху и пророцы его на серебре волхваваху» Михея 3.11 Из правил святых 630 отец в Халкидоне, собравшийся правило второе, из окружного послания Геннадия, святейшего архиепископа Константинопольского и с ним собора, из правила шестого Вселенского собора, правило 22. «Услышим сие все и внушим себе не токма архиереи, но исчисляющиеся в клире все живущие во Вселенной, ибо подобает нам лишь внимать и слышанным, да никогда отпадем» Евреям 2.1 «Яко не искленным золотом или серебром, искупленным от суетного отцами преданного жития, но честную кровью, як рагнца непорочной причиста Христа. Так она, учай и нас, муж священнейший, последователь заповеданиям Писания и Евангелия и апостолов, и священных правил и отцов, ибо мы преклоняемся словами уст ваших, «Взыйди на высоту, возвысь глаз твой в крепости, шествуй в широте, проповедуй с одерзновением, да истребиться в конец, и да унисторжиться рукоположением взаимное, и все то, что по сребролюбии, неправде и купли гнусно-корыстной сопутствует оному, ибо когда оно и сродное оному изъято будет от изданного народа, от имени Христова нареченного и даром искупления получившего, тогда все пороку сему споследствующие скверно искоренятся, и священники, якось финикс, процветут, вдыхая Христово благоухание спасаемым, и воспевая церкви победную песнь, «От яд, Господь, от тебя неправды твоя» с Афонией 3.15, «И все же и пожинаемые плоды услаждая умножанное оное в старости маститы, то есть показуя наследниками блаженные онные и бессмертные жизни». «Алфавитный указатель» «Краткая симфония на правило» «Агнец» «Иисуса Христа, Бога нашего, не представлять в виде Агнца» 6-й Вселенский собор 82 Адам «Сотворен от Бога несмертным» Карфагенское 123 Амвон «Непосвященному не читать с Амвона» 6-е 33 Немонаху 7-й Вселенский 14 Ангел «Оставляющий церковь Божия и Христа, дабы служить ангелам, как бы творцам и правителям мира, преданно анафеме» Лаодикийский 35 Апокрифические книги Апокрифическими книгами еретики называли книги, ими самими составленные для прещения простодушных Афанасий посланий о праздниках Апостол Веру, преданную нам от Бога избранных апостолов, должно хранить неприкосновенную нововведением и изменением 6-й Вселенский 1 Правила святых апостолов приняты в церковный закон 6-й Вселенский 2 7-й Вселенский 1 Так называемые постановления апостольские сперва назначались для чтения нововступающим в христианство Афанасия послания о праздниках, но после поврежденные еретиками и отвергнуты 6-й Вселенский 2 Ариане не должны быть вместе с верными при литургии Тимофея 9 Преданная Анафеме 2-й Вселенский 1 При обращении должны быть присоединяемы к церкви посредством мира помазания 2-й Вселенский 7 6-й Вселенский 95 При обращении падшим в Арианство и бывшим предстателем Арианства оказывалось снисхождение но не давалось им места в клире а увлеченным в Арианство нуждой и насилием давалось по раскаянии прощение и место в клире Афанасия Круфину Баня Не должно мыться в бане вместе с женщинами ни причетникам, ни монахам, ни мирянам христианам Обличенные всем клирики извергаются, а миряне отлучаются 6-й Вселенский 77 Ладикийский 30 Бьющий Епископ Пресвитер и Диакон свои ручные или посредством другие бьющие верных согрешающих или неверных обидевших извергаются из своего сана апостольское 27 двукратный 9 Благодать Кто скажет, что оправдывающая Иисусе благодать Божия действительно токма к отпущению грехов уже содеянных, но не подает помощи чтобы не делать иных грехов Анафема Карфагенский 125 Благодать дает не токма знание что должно делать, но и любовь чтобы можно было исполнить что познаем там же Кто говорит, что благодать Божия только открывает нам познание греха и того, что должно искать и от чего уклоняться а силы делания того, что нам должно делать не подает Анафема Карфагенский 126 Кто скажет, что благодать оправдания дана нам для того чтобы через нее мы удобнее исполнили возможное к исполнению по свободному произволению хотя с неудобством мы можем и без нее исполнить божественные заповеди Анафема Карфагенский 127 Благословение Благословение есть преподание освящения 6 Вселенский 26 Василия 27 Посему эти еретиков не должно принимать благословение Ладикийский 32 Не должно благословлять другого тому, кто должен вращивать собственные язвы 6 Вселенский 3 и 26 Василия 27 Благотворение Благотворение, делаемое нищим посредством церкви Похвальны Гангшский 21 Блуд, блудник, блудница Определение блуда Разрешение, блуда и прелюбодеяние Григорий Низкий 4 Блудником признается муж, спадший в блуд со свободной от брака Василий 21 И блудница, отраковица, вышедшая замуж Бессоизволение отца, Василий 38 Господина, Василий 40 Или вообще обладающего, но только до прощения и примирения Василий 42 Эпитемия для блудников мирян Возбудивший сам себя к исповеданию грехов Должен быть под эпитемией более снисходительную А уловленный в зле Или невольно обличенный Подвергается продолжительнейшему исправлению Григорий Низкий 4 Посему такова эпитемия Простирается на 9 Григорий Низкий 4 И на 7 лет Василий 59 Даже на 4 Василий 22 И на 3 года Василий 38 Как именно должно проходить сию эпитемию Григорий Низкий 4 Василий 22 И на 5 Кто похитил и взял за себя обрученную другому Или взял жену По тайном или насильственном растлении ее С таковыми как поступать Василий 22 Вышедшая замуж без согласия отца или господина Отлучается на 3 года от пресечения Василий 38 Эпитемии для блудников из духовенства Священнослужители и причетники Обреченные в блудодеянии Извергаются из священного чина Апостольская 25 Василия 3 32 51 70 Некий Сарийский 1 Стец, смесившийся прежде брака с женой А обручницей в высшей степени Не производится Василий 69 Эпитемии для содержащих блудниц 6-й вселенский, 86 Богатство Богатство с правдой и благотворением Соединенные Уничижать не должно Гангский 21 Богоявление На вечернее богоявление Вечернее собрание бывает В 9-й час В сей день держится пост Который облегчается Ради дня воскресного Феофил 1 Святость брачного союза Брак Брачный союз Брак установлен Богом Апостольское 51 Брачное честное сожительство Почтено Гангский 21 Кто порицает и гнушается Верной и благосестивой женой Как не могуще войти в царствие небесное Тот подклятвою Гангский 1 Кто девствует Не по причине святыни девства Но гнушаясь брака Тот подклятвою Гангский 9 Ежели жена оставит мужа Гнушаяся брака То она подклятвой Гангский 14 Кто из священного чина Удаляясь от брака Гнушаясь им Тот должен исправиться Или подлежит Церковному наказанию Так же и из мирян Апостольское 5 51 Кто о пресвитере Вступившем в брак Думает Что не должно Пресвитеться от него На литургии Тот подклятвой Гангский 4 Вступление в брак Незаконных браков Венчать не должно Теофил 13 Вступающие в брак Должны иметь согласие От своих родителей Василий 38-42 От своих Господ Василий 40-42 Вступление в брак Запрещается Епископам 6-й вселенский 12 Монахам и монахиням Или девам Посвятившим себя Богу 4-й вселенский 16 Василия 6-18 Диаконисам 4-й вселенский 15 Пресвитерам Диаконам И подиаконам Ежели они вступили В свой сан Апостольское 26 6-й вселенский 3-й и 6-я Верным Особливать Чтецам и певцам С неверными Каковы иудеи Находящимся в духовном родстве Находящимся в родстве Плацком Обязанности Вступивших в брак Вступившие в брак Должны воздерживаться Друг от друга По согласию Для упражнения В молитве Особенно в день Субботний И воскресный Дионисий Александрийский 3 Тимофей 13 Обязанности При праздновании Браков Христианам Ходящим на браки Неприлично Плясать там Но должно Вечерять Благоговейно Лаодикийский 53 Эпитемии За некоторые Незаконные Браки Пресвитер Диакон И подиакон Вступившие В брак По своим Рукоположения Извергаются Из своего Тина 6 Вселенский 6 Некий Сарийский 1 Если Пресвитер Обязался Неправильным Браком По неведению Правила То удерживается Только от Пресвитерских Действий Брак Его Расторгается Но священству И священнической Чести Он не лишается 6 Вселенский 26 Брак Верного Женой Еретической Возбранен 6 Вселенский 72 Монах Монахиня И дева Посвятившая Себя Богу Вступившие В брак Лишаются Сарковного Общения 4 Вселенский 16 И брак Их Расторгается Василий 6 18 Беснующие Беснующиеся Не должен быть Принят В клир Не допустен Молиться С верными Апостольская 79 Неочистившиеся От нечистого Духа Может принять Святое Крещение Только при Исходе Жизни Тимофея 2 Но верный Одержимый Бесом Ежели Не нарушает Тайны И не хулит Может Присещаться По временам Тимофея 3 Лицемерно Беснующихся Должно Наказывать 6 Вселенский 60 Вдова Независимая Может Софитать Василий 41 Вдова Присисленная В число Вдовиц Снабдеваемых От церкви Если Выходит Замуж То Оставляется Без церковного Попетения Василий 24 В число Вдовиц Должны Быть Присисляемы Не прежде 60 Лет Там же Кому Позволяется Посещать Вдовиц Карфагенский 47 Вдовство Нижедевство Падшая Вдовица Осуждается Как Растленная Раба Василий 18 Вдовицу 60-летней Если Захочет Выйти Замуж Должно Лишать Святого Присещения Доколе Не оставит Страстную Нечистоту Василий 24 Вик Северни Служение Молитвы на Вечерни Должно Быть Всегда Одно И Тоже Ладий Кийский 18 Вечеря Любви Вечери Любви Несут Нечто Низкое И Кто Презирает Делающих Сие Вечери По Вечеря Тот Подклятвый Гангст 11 Вечеря Или Трапези Любви И Братолюбия Не Должны Быть В Храмах Господних Или В Церквах 6 Вселенский 74 Ладий Кийский 28 Оси Отсих Трапез Не Должно Уносить С собой Домой Никакой Части Ладий Кийский 27 Вино К Алтарю Вместо Виноградного Вина Не Должно Приносить Напитка Приготовленного Из чего Либо Иного Апостольское 3 Ежели Кто Из-за Священного Чина Или Мирян Не Пьет Особливо Во Дни Праздников Вина Не По Воздержание Огнушаясь Им Тот Извергается Из Священного Чина Из Церкви Апостольское 51 53 При Виноделе Не Должно Производить Смеха Поязычески 6 Вселенский 62 Виноград Винограда Не Должно Присоединять К Бескровной Жертве 6 Вселенский 28 Принесенный Виноград Священники Принимают В церквах Только Как Начатки И Благословляя Его Подают Просящим В Благодарение Подателю Плодов Апостольская 3 6 Вселенский 28 Власть Гражданская Священному Чина Прилично Просить Гражданскую Власть О Вспомоществовании Общей Матери Кафолической Церкви В том Случае Когда Власть Епископа Пренебрегается В городе Карфагенский 78 Гражданская Власть Придается Для Обуздания И Приведения В порядок Епископы Непокорные Собору Карфагенский 59 Пресвитер Идиакона Непокорный Епископ Антиохийский 5 Согрешающие Верные Но непокорные Церковным Эпитимиям Двукратный 9 Избрание Епископа Пресвитера Идиакона Делаемое Мирскими Начальниками Недействительно 7 Вселенский 3 Волосы Верные Не должны Убирать Волосы Искусственными Плетениями 6 Вселенский 96 Жена Остригшая Волосы Ради Мнимого Подвижничества Под клятвой Гангский 17 Изверженным Раскаявшимся Позволено Стрисся По образу Клира 6 Вселенский 21 Воздержание Епископы Пресвитеры Идиаконы Должны Хранить Воздержание Во всем Карфагенский 3 Но одобряется Воздержание Соблюдаемость Честности И благочестием Гангский 21 Возмездие Никто не должен Требовать Себе Возмездие Ни за указание Ни за сохранение Ни за обретение И так далее Вещей Похищенных неприятелями Во время Их Нашествия И найденных На поле Или В дому Своем Григорий Неокисарийский 10 11 Война Убиение Убиение Врагов На войне Законно И достойно Похвалы Афанасий Камону Но ни Эпископ Ни Пресвитер Ни Диакон Никто Из Принадлежащих Клиру Ни Монахи Не должны Упражняться В воинском деле Апостольская 83 4 Вселенский 7 Волшебство Покаявшееся Волшебстве Подлежит Эпитимии Убийце Василий 65 72 Облакогонители Обаятели Делатели Предохранительных Талисманов Колдуны Гадатели Подлежат Шестилетней Эпитимии 6 Вселенский 61 Закосневающие Всем Извергаются Из церкви Там же Предающиеся Волшебникам Волхвующие Предаются Пятилетней Анкилский 24 И Шестилетней Шестой Вселенский 61 Василий 83 Эпитимии Приходящие С отвержением Веры К чародеям Или Прорицателям Или К обещающим Через демонов Учинить Некое Отвращение Вреда Подвергается Осуждению С отступниками От веры Григорий Низкий 3 Воскресение А дня Воскресения Христова До недели Новый Во всю Седмицу Верные Должны Непрестанно Упражняться По святым Церквам В псалмах И пениях И песнях Духовных Радуясь И торжествуя Во Христе Также Внимая Чтению Божественных Писаний И наслаждаясь Святыми Тайнами В сии дни Не должно быть Конские Рестания Или иное Народное Зрелище 6 Вселенский 66 Воскресение Духовное Есть восстание От падения Греховного Григорий Низкий 1 Воскресный Христианам Должно праздновать День воскресный Ладийский 29 Феофил 1 Водни воскресные Не должно Преклонять Колено 1 Вселенский 26 Вселенский 90 Петр Александрийский 15 Воскресный День Должно Препровождать Как день Радости Петр Александрий 15 Без поста Постящийся В сей день Из принадлежащих Клиру Должен быть Извержен Мирянин Отлучен Апостольское 64 Во время Четыре Десятницы В воскресные Дни Верные Должны Воздерживаться От всего Заколаемого И сыра И яиц 6 Вселенский 56 Пост Облегчается В день Воскресный Вновь Серия Богоявления Теофил 1 Вера Символ Вера Вера Преданное От самовица Слово Апостола Святых Соборов И святых Мужей Должно Хранить Неприкосновенные Нововведениям И изменениям 6 Вселенский 1 В особенности Никому Непозволительное Произносить Или писать Тянуем веру Кроме Кроме Определенной В Никее 3 Вселенский 7 Карфагенский 2 Верный Верные Должны быть Чужды Всякого Преткновения Соблазна 6 Вселенский 47 Гонение Гонитель Не должно идти на подвиг мученичества, когда он еще не открылся, и тем сильнее распалять уголь грешников на братьей. Впрочем, с поступающими так должны иметь общение. Петр Александрийский 9 Откупающимся во время гонения за веру серебром не должно поставлять всего в вину. Петр Александрийский 12 Бежавшие во время гонения за веру от гонителей, оставив все, не должны быть обвиняемы в том, что взяты за них другие. Петр Александрийский 13 Грабительство Не только грабительство, но и вообще любостяжание считается делом страшным и отвратительным. Григорий Неокисарийский 3 Кто во время войны, причисляясь к варварам, участвует с ними в нападении и указует им пути и домы, таковых не допускать ни в число слушающих. Григорий Неокисарийский 8 Герзнувши напасть на чужие домы и обличенные в том, не должны быть допускаемы ни в число слушающих писания. Но ежели признаются сами и возвратят чуждое имущество, то должны стать в число препадающих. Григорий Неокисарийский 9 Грамота представительная Из чужих епископов, пресвитеров и диаконов никого не принимать без представительных грамот. А с грамотами принимать и в общении только проповедников благочестия. Апостольское 33 Клириком, незнаемым в чужом городе, не позволять служить без представительной грамоты от епископа. Апостольское 13 Ежели кто из клира или мирянин, отлученный от церковного общения, будет принят в другом городе без представительной грамоты, то должен быть отлученный принявший и принятый. Апостольское 12 Представительные грамоты даются лицам, только находящимся под сомнением. Четвертый вселенский 11 Убогим ходить не с представительными, а с мирными грамотами. Четвертый вселенский 11 Грамота мирная Из странных Никого не должно принимать без мирных грамот. Антиохийский 7 Беспорочные хорепископы могут давать мирные грамоты. Антиохийский 8 Грамота правильная А священному лицу или председнику не должно путешествовать без правильной грамоты от своего епископа. Ладикийский 41 Грамота ставленная Рукоположные должны получать от рукополагающих грамоты за подписанием их со значением года и дня их рукоположения. Карфагенский 100 Грамота отпустительная Епископы, подходящие из Африки в Рим, должны иметь отпустительную грамоту от своего первенствующего епископа. Карфагенский 32 Кто хочет идти по какой-либо нужде к царю, то должен иметь отпустительную грамоту от епископа со значением в ней того. Карфагенский 119 Грамота увольнительная Никому из Клира не должно быть определяемым к иной церкви без увольнительной грамоты от своего епископа. Шестой вселенский 17 Город В малые города не должно поставлять епископов, а прежде всего поставленные в них не должны ничего делать без воли епископского града. Ладикийский 57 Гражданский Ежели царской власти вновь устрояется город, то распределение церковных приходов и дел должно следовать гражданским и земским распределениям. Четвертый вселенский 17, шестой вселенский 38 Гробокопатели Гробокопательства простительные и непростительные. Григорий Низкий 7. Эпитемиза сие. Григорий Низкий 7. Василий 66 Грех не одинаков. Шестой вселенский 102 Грехи относятся к трём силам нашей души. К силе ума, вожделения и раздражения. К силе ума относятся нечестие относительно к вещам божественным, отречение от Христа, уклонение от Христа, уклонение к иудейству, идолопоклонству и так далее. Григорий Низкий 1. Эпитемиза сие. Григорий Низкий 2. 3. К силе возделения относятся сребролюбие, словолюбие, славостолюбие и так далее. Григорий Низкий 1. Эпитемиза сие. Григорий Низкий 4. К силе раздражения относятся зависть, ненависть, вражда, злословие, злоумышление, сварливое и мстительное расположение, убийство и так далее. Григорий Низкий 1. Эпитемиза сие. Григорий Низкий 5. Все люди грешны. Карфагенский 124. Кто утверждает, что Иоанновы слова о всеречеме, как и греха неимомы? Себя прельщаем, и истины нет в нас. Надо бы на так произносить, посмиренно мудрию, а не потому, что это в самом деле правда. Анафема. Карфагенский 128. Кто будет говорить, что святые люди должны произносить слова в молитве Господней, оставленном долги наши, как не для себя, а для других людей, и что им не нужно прощения? Анафема. Карфагенский 129. Кто скажет, что святые должны произносить слова в молитве Господней по смирению, а не потому, что это правда. Анафема. Там же 130. Грехи, относящиеся к силе ума, самые тяжкие, требуют тягчайшего и продолжительнейшего покаяния. Григорий Низкий 2. Грех к смерти есть, когда кто согрешает, пребывает в неисправлении, и когда кто восстает на благочестие и истину. 7 Вселенский 5. Не должны отвергать никого, обращающегося от греха. Апостольская 52. Принявшие от Бога власть, решить и вязать, должны рассматривать качество греха и употреблять в врачевании приличные недугу. 6 Вселенский 102. Особие должны отсекать начало грехов. 7 Вселенский 22. Грех, исповеданный епископу наедине, не признается доказанным на суде. Карфагенский 147. Дверь. Низшие церковные служители не должны оставлять дверей. Ладий Киски 22. 43. Двоежонец. Брак второй есть врачество против блуда, а не напутствие с властолюбию. Василий 87. Присвителю на браке двоежонца не должно пиршествовать. Некий Сарийский 7. Двоежонца отлучаются на год и на два. Василий 4. Диакон. В диакона должен поставлять один епископ. Апостольское 2. Поставляемый должен быть не менее 25 лет. 6 Вселенский 14. Карфагенский 22. В нем еще на низшей степени должны быть усмотрены вера, благонравие, постоянство и кротость. Сардийский 10. Он должен до своего посвящения сделать всех живущих в его доме православными христианами. Карфагенский 45. Избрание у диакона не должно быть делаемо мирскими начальниками. Их избрание не действительно 7 Вселенский 3. Диаконы – служители епископа. И ниже пресвитеров. Первый Вселенский 18. А они ничего не должны делать без воли епископа. Апостольское 39. Диакон, оставивший без воли епископа свой предел. Апостольское 15. Первое Вселенский 15. Диакон, заздревший своего епископа, прежде соборного исследования и совершенного осуждения его. Диаконы не должны пресчать пресвитеров, не пресчать и прежде их, не сидеть среди них. Первый Вселенский 18. Тем паче диаконам не должно сидеть выше пресвитеров, хотя бы они имели какую-то церковную должность. Кроме того, когда они представляют лицо своего патриарха или митрополита. Шестой Вселенский 7. Диакон не должен сесть без позволения своего пресвитера. Ладикийский 20. Диакон, восхищающий преимущество перед пресвитером. Шестой Вселенский 7. Диаконам должны отдавать почесть и подиаконы и причетники. Ладикийский 20. К возведению в диакона не препятствует сожитие его законной женою. Шестой Вселенский 13. Диаконы, когда приступают к святыне, должны удерживаться от сожительниц своих. Шестой Вселенский 13. Карфагенский 4. 34. Наказание лишающему диакона общения с женой и диакону под видом благоговения, изгоняющему свою жену. Апостольская 5. Шестой Вселенский 13. Вдовому диакону позволяется иметь в своем доме только матерь, сестру и тетку. Первый Вселенский 3. Шестой Вселенский 5. Василий 88. Диакон, согрешивший телом и исповедавший свой грех. Некий Сарийский 10. Диакон, согрешивший только устами, а далее не простерший своего греха. Василий 70. Диакон, молящийся сиритиками. Апостольская 45. На диакону, обличенного в грехе, удаляющем от священнослужения, не должно возлагать руки, как бы накающегося, ниже позволять ему вновь креститься, чтобы таким образом ему можно было вновь вступить в клир. Карфагенский 36. Семь диаконов, о которых упоминается в книге Деяний, в городах может быть больше семи диаконов. Шестой, шестнадцать. Диакониса. В Диаконисы поставлять жену не прежде сорокалетнего возраста, и при том по тщательным испытаниям. Четвертой вселенской, пятнадцать, шестой вселенской, четырнадцать. Но ежели она, приняв рукоположение, вступит в брак, то должна быть предана анафеме. И с тем, кто совокупится с нею. Четвертой вселенской, пятнадцать. Диакониса, соблудившаяся изыщиком. Василий, сорок четыре. Догмат. Церковные догматы, писанные и не писанные. Василий, девяносто один, девяносто два. Должность. Должности духовной и превосходной должности, относящихся к миру. Шестой вселенский, семь. Досаждение. Кто досадит царю или князю не по правде, тот, ежели будет из клира, должен быть лишен сана, а мирянин отлучен от церкви. Апостольская, восемьдесят четыре. Кто из клира досадит епископа, должен быть извержен. Апостольская, пятьдесят пять. Кто из клира досадит преситера или диакона, должен быть отлучен от общения церковного. Апостольская, пятьдесят шесть. Доход. Доходы в достающей церкви, принадлежащей епископу, должны сохраняться в целости экономами ее. Четвертой вселенской, двадцать пять. Душа. В душе нашей три силы. Сила ума, сила вожделения и сила раздражения. Григорий Ницкий один. Дева. Что есть дева? Василий восемнадцать. Возраст для обета и покровения дев. Василий восемнадцать, шестой вселенский сорок, карфагенский сто сорок. Освящение дев совершает не пресвитер, а епископ. Карфагенский шесть. Таковые девы поручаются стеснейшим женам, карфагенский пятьдесят три. Деве, посвященной Богу, не позволяется вступать в брак, четвертый вселенский шестнадцать, и запрещается соединять с жительством с какими-нибудь мужчинами, как бы с братьями, анкирский девятнадцать. Условия, при каких позволительно посещать дев. Карфагенский сорок семь. Грех дев, посвятивших себя Богу, тяжелее греха вдовицы. Василий восемнадцать. Падшая дева подлежит эпитемии прелюбодейцы. Василий восемнадцать, шестьдесят. И брак ее расторгается. Василий шесть. Кто поимет ее, тот прелюбодей. Василий восемнадцать. Местный епископ имеет полную власть оказывать падшим девам человеколюбие. Четвертый вселенский шестнадцать. Девица. Девицы не должны выходить замуж без соизволения своего отца. Василий тридцать восемь. Девицы обрученные, потом иными похищенные, должны быть возвращены тем, кому они обручены. Анкирский десять. Сделавший насилие деве не обрученной, отлучается от общения церковного. И не должен брать иной, а взять ту, которую избрал апостольское шестьдесят семь. Девство. Вдовство ниже девства. Василий восемнадцать. Девство ради Господа, соединенное со смирением, почтенно. Гангшский десять двадцать один. Добро и свято. Гангшский девичь. Но если кто из девствующих удаляется брака, гнушаясь брака или превозносится над бракососчитавшимися тот подклятвой. Гангшский десять. Обет девства признается действительным, когда возраст достиг совершенного разума. Василий восемнадцать. Давшая обет девства в ереси, потом вступившая в брак, не подлежит осуждению. Василий двадцать. Дети. Дети, оставляющие под предлогом благочестия своих родителей, особливо верных, и лишающие их подобающей чести, подклятвой. Впрочем, правоверие должно быть ими соблюдаемо предпочтительно. Гангшский шестнадцать. Дети, состоящие в клире, не должны совокупляться браком с еретиками или с язычниками. Карфагенский тридцать.